вид наверное не самый там лучшим вид на соседа я бы конечно сделал бы немножко по-другому не путаем строительство для себя и строительство на продажу давайте посмотрим какие расходы вас ожидают ну что друзья дом и обзор дома это конечно здорово и замечательно сейчас нас обьет машина привет друзья сегодня с евгением мы записываем для вас интересное видео что нам стоит дом построить в испании а самое главное в этом видео мы узнаем как построить дом для себя и для инвесторских целей а именно на продажу и с помощью компании алигре это будет легко непринужденно и очень выгодно для вас а посмотрим мы сегодня дом за моей спиной который готовы и продается и стоит 585 тысяч евро а также земельный участок и дом который строится где мы находимся мы находимся в сан хуан плэбло в одном километре пешей доступности до моря пляжа муча висто или сан хуан пла и всего в 10 минутах от alicante помимо этого мы разберем все детали себестоимость строительства какие дополнительные расходы ждут инвестора но и самое главное что с нашей помощью вы можете реализовать такой проект и заработать денежки оставайтесь на нашем канале комментируйте это видео делитесь со своими друзьями но и самое главное подписывайтесь на наш канал потому что у нас много интересного контента и увлекательно пойдем смотреть дом сейчас мы рассмотрим инвесторское решение данный инвестор купил большой участок 17 соток земли 1700 метров где построил три дома один дом для себя для личного пользования и два дома на продажу и как раз в этом видео сейчас мы посмотрим обзор я немножко расскажу какой же дом построил инвестор на продажу расположен этот дом на участке земли 570 квадратных метров общей площадью дом 260 квадратных метров есть бассейн на улице дом состоит из трех спален 3 ванных комнат огромного зала отдельные по большому счету кухни а также цокольного этажа на котором в котором есть два помещения и который можно адаптировать уже соответственно по необходимости их можно превратить две дополнительные спальни а можно сделать из них какую-то игровую зону вместе с кинотеатром с бодегой в общем это уже на вкус и цвет товарищей и данный инвестор он продал уже один дом соответственно в продаже всего один дом остался стоимость этого дома пятьсот восемьдесят пять тысяч евро как раз здесь такая зона там где мы находимся это въезд на участок здесь легко могут припарковаться две машины может даже и три маленькие тут же идет вход в это да здесь входная группа и дальше сам участок первая зона участка у нас с вами терраса вот терраса с выходом здесь на вид наверное не самый там лучшим вид на соседа вид на соседа но слава богу что этого соседа здесь нету окон и это конечно большое преимущество конкретно этой этого дома потому что никто за вами наблюдать не будет и все-таки приватность наверное она здесь присутствует хотя вот второй дом и это один из минусов а мы всегда в наших обзорах говорим и плюсы и минусы он расположен всего лишь за забором и здесь я думаю что нужно все таки высадить какие-то деревья и как-то как-то уединиться там во-первых не хватает еще нужно добавить деревья какие-то пальмы чтобы закрыться от соседей но также можно эту зону тоже огородить и закрыться от соседа что касается какой-то отсутствие интимности ну да это присутствует во всех домах где небольшие участки у тебя всегда есть сосед слева справа все-таки здесь не гектар земли мы говорим всего пяти сотках конечно но огромным преимуществом самого дома являются вот эти тоже панорамные окна они выходят во все стороны но вот поэтому света в доме будет предостаточно ну и дом будет соответственно теплый потому что мы видим сейчас утро вот солнышко это наверно юго-восточная сторона здесь будет достаточно солнца он будет прогреваться и что неплохо сделано дом в одном уровне и еще располагает полуподвальным этажом да что конечно однозначный плюс для людей например с ограничениями да тогда или для взрослых покупателей дома в общем это но сейчас даже как-то делимся на отдельную такую какую-то зону для детей либо кабинет очень тоже сейчас очень многие люди работают удаленно и вполне можно сделать кабинет что мы видим здесь здесь по сути терраса бассейн бассейн наверно 8 на 4 думаю натуральный газон оливковое дерево я бы добавил еще несколько пальм и принципе была бы красота да как раз на соседнем участке есть несколько этих пальм который не хватает здесь для этой тоже обратите внимание выход на на террасу идет с каждого фактически помещения как с зала так и с одной из спальни поля а две другие спальни на выходит на другую а две другие выходят на другую сторону ну что пойдем зайдем в дом наверно со входа только я думаю центрально дорожки ну что друзья вот мы и попали в наш дом дом напомню 260 квадратных метров и первое помещение которое вот с этой замечательной террасы 1 или вот этой замечательной террасы номер два которая выходит сразу на бассейн и обычно именно так вы будете входить в этот дом здесь у нас с вами зал салон он большой просторный и вот мы уже я на фактически друг друга и не видим мы практически даже не слышим по сути до салон классный что мне очень нравится что он выходит на две стороны где у вас будет утреннее солнце дневное и вечернее это огромный плюс дом очень теплый сухой вот мы сейчас снимаем это видео мы в пиджаках и и честно мне очень жарко я напомню сегодня у нас 3 февраля 3 фактически зимой настроение было бы классный вот так и хочется нырнуть в этот бассейн но мы это сделаем обязательно после видео пойдем смотреть дальше здесь также дополнительным плюсом этого зала у нас является кухня кухня такая полу open space то есть она вроде как бы и открыта вместе залом но и отдельно немножечко удалена и это в этом проекте мне например лично очень нравится да и кто любит отдельные кухни здесь вполне можно сделать дверь на стеклянную или еще какую-то и отделить кухню от этого зала кухня классическая белые дверки белая столешница кварцевый камень селестон здесь есть барочная панель вытяжка не хватает докупить всю остальную бытовую технику что удобно здесь есть дверь который выводит нас на зону парковки хозяйка когда приедет супермаркета с меркодоны она очень легко достанет сумки и зайдет сразу на кухню это огромный плюс а также здесь есть постирочная комната где необходимо установить стиральную сушильную машину и есть водонагреватель водонагреватель работает в комбинации солнечной панели которая установлена на крыше так что большую часть года вы будете прогревать воду солнцем и здесь также есть дверь можно выйти на парковку на улицу здесь есть коридор который часто наши зрители спрашивают как так можно входить открываешь дверь и ты на кухне либо ты в салоне здесь все продумано здесь есть зона коридора в котором установлены счетчики сигнализация видеодомофон и по левую руку есть такой шкаф наверное гардеробная скажем тогда где вы сможете раздеться я бы конечно сделал бы немножко по-другому я бы дверь сделал отсюда да и в принципе это можно даже сейчас конечно удобнее ты шкаф может здесь должна была быть просто стена дверки открываются здесь ты пришел повесил свою куртку снял обувь но это комфортнее чем идти в сторону кухни но это задумка архитектора именно наш опыт компании аллегри может помочь вам построить этот вот инвесторский дом на сто процентов в улучшенной комбинации потому что у нас богатый опыт а именно и у я на он вообще как бы зашкаливает потому что мы думаем мы не просто берем проект от испанского архитектора мы его изучаем и стараемся его адаптировать под вкусы наших клиентов спальня номер один есть сама зона для спальни есть встроенный шкаф и есть выход в зону туалета санузла то есть ванной комнаты где расположена душевая кабина и все что необходимо здесь огромный плюс этого дома что он в одном уровне не считает цокольного этажа нет лестницы очень удобно и такое решение ванная комната открытого образца не все это любят есть кто предпочел бы здесь дверь но всегда это можно да да делать даже если вы купили такой готовый дом здесь все стандартно у нас раковина двойная унитаз бедэ душ размер ванной комнаты достаточно просторный большая а как тебе нравится тебе нравится закрытые или те нравится все-таки однозначно закрыт закрыт но конечно я бы тоже наверно ванная комната такая интимная зона и ну как-то не очень приятно ну вот комментируйте какая вам нравится ванна в конкретном данном проекте она открытая чтобы вы выбрали предпочти поставить здесь перегородку либо оставить так как есть и мы тогда узнаем общее мнение наших так дальше по коридору после спальни у нас идет общий общая ванная комната в принципе все тоже стандартные есть у нас умывальник зеркало унитаз нету беды это поэтому для любителей беды наверное это минус а для наоборот не любители беды это огромный плюс и есть душевая кабинка дальше по коридору у нас вторая спальня наверное она детская хотя размер спальни тоже не детский судя по испанским каким-то стандартам и мерам то есть не вообще в этом доме нравится три вещи точно большой классный зал и большие спальни здесь вот уже и встроенный шкаф он реально просто огромный и сама зона где можно поставить кровать большую еще правильной формы все комнаты еще мы не сказали о том что здесь есть инсталляция центрального кондиционирования по всему дому а внизу на цокольном этаже они подумали и поставили с плиты поэтому однозначно и летом и зимой будет и тепло и прохладно а я предлагаю пойти посмотреть третью спальную комнату это думаю что это главное спальня пойдем посмотрим это третья спальня самая большая есть встроенный шкаф огромный плюс вот такие большие панорамные окна с выходом сад и бассейн то есть если бы мы были хозяевами наверно выбрали кто-то из нас именно это однозначно да и здесь также есть еще одна ванная комната точно такая же как предыдущий здесь нет двери большая раковина двойная унитаз душ и дополнительный шкаф да тоже отлично обыграно пространство и выигран дополнительно шкаф вот собственно говоря интересная хорошая планировка пойдем посмотрим подвальный этаж это будет одно из любимых мест любого мужчины я думаю либо детей зависимости кто кто в семье хозяин цокольный этаж здесь есть две комнаты которые можно использовать по любому назначению то есть это может быть хорошая игровая зона для детей это может быть игровая зона для взрослых с бильярдом это может быть тренажер не знаю все что угодно огромный плюс этого цокольного этажа что здесь есть окна соответственно он светлый и вентилируемый также можно выйти получается здесь свой такой как английский дворик английской патио это очень удобно и есть кондиционер который работает на тепло и на холод и это второе помещение на этом этаже которое точно также можно использовать под свои нужды это может быть даже спальная комната кому как нужно дополнительные метро этого должен быть склад может быть склада но хотя я бы использовал бы это как-то более жилую зону сделал что хорошо здесь также есть окно на самом деле мы посмотрели уже этот весь дом и но это не все это не весь видеообзор потому что мы посмотрели как раз дом который стоит 585 тысяч евро и который построен инвестором и хотели бы вас пригласить на стройку и по хотели бы вас пригласить еще и на участок который мы посмотрим и наверное ян как раз нам презентуют расскажет о цифрах о математике которая вам будет очень интересно сейчас я расскажу вам о модели строительства компания с которой мы сотрудничаем строительная компания располагает 15 моделями домов чем это интересно интересно тем что есть уже фиксированная стоимость вы выбираете тип дома от 170 тысяч евро и дороже и эта стоимость под ключ включая архитектурный проект и технический назор это очень важно что вам не придется платить дополнительные расходы вы можете дом спроектировать под себя есть конфигуратор где на сайте вы выберете тип отделки какие-то какие-то допы и получится дом под свой вкус но благодаря тому что проект уже спроектирован он готовый стоимость этих домов она существенно ниже чем на рынке однозначно это именно как раз тот плюс и это новый продукт от компании аллегри что мы вам предлагаем найти участок мы вам предлагаем найти и сконфигурировать и построить именно свой дом и это не будет так затратно как это было раньше для нас например да с точки зрения ресурса найди архитектора найди инженера и кида ага строителей огромный плюс что здесь есть фиксированная стоимость вы выбираете модель вы выбираете отделку вы выбираете какие-то допы и получаете закрытую смету это очень важно потому что все кто сталкивался со строительством должны знать что вы закрываете одну стоимость и в процессе стройки она всегда у вас растет строители всегда пытаются вам навязать еще какие-то модификации что-то что не входило в проектную стоимость и так далее здесь готовый проект вы открываете презентацию выбираете модель дома конфигурируете под себя отделку и получаете фиксированную стоимость включая архитектурный надзор а мы с нашей стороны вам помогаем проходить каждый этот шаг безболезненно и продуктивно я хотел также отметить вот мы буквально находимся все входим в 100 метрах посмотрели с вами один инвестор который купил участок и построил три дома здесь два брата которые купили по участку и построились и строить сейчас себе дом который не на продаже эти конкретно это был один участок тысячу метров они его разделили на два дома под для себя напротив уже проданы есть земельные участки которые тоже две семьи будут строить для себя и вот здесь мы еще предлагаем один участок который может можно рассматривать для как раз или инвесторской или для себя может быть 1000 метров вы захотите просто построить какой-нибудь дворец ну что друзья вот мы и смотрим уже второй дом подобного проекта здесь уже совершенно другая типология здесь уже совершенно другие материалы также используются которые вы будете выбирать вы с помощью этого конфигуратора которым мы говорим вы сможете сами себе лучше добавить ухудшить дом может быть кому-то да ну то есть не знаю сделать его намного интереснее и приятнее и лучше и самое главное индивидуальнее для вас выбрать материалы которые подходят выбрать наполнение кухню цветовую гамму качество в общем все будет ваших руках это естественно будет и влиять на стоимость конечно которая стоимость таких домов от 170 по 178 тысяч и еще хочу добавить что не путаем строительство для себя и строительство на продажу одно дело когда вы строите дом своей мечты второе дело когда у вас это девелоперский проект там уже нужно все грамотно просчитать себестоимость строительства все накладные расходы продажная цена и какая маржинальность у вас будет с этого проекта в этом продукте все просчитано очень четко и можно заранее просчитать посмотреть если какие-то риски и входить в такой проект огромный плюс является то что стоимость фиксируется уже сегодня то есть это не будет затраты шаг за шагом то есть это не будет начале архитектор потом начале участок потом архитектор потом проект и так далее тому подобное и вы просто запутаетесь потом цены повысятся вы не влезете в себестоимость вашего строительства нет мы сегодня работаем формате заключения договора сегодня фиксированная оплата сейчас и ключи вам передадут от дома и вы заплатили ровно тут стоимость которой вы полтора года назад или два года назад мы законтрактировали согласно этого контракта и это огромнейший плюс именно этого бизнеса на сегодняшний день особенно с учетом нестабильных цен на энергоресурс на и вообще на стройматериал материалы да все растет давайте посмотрим какие расходы вас ожидают это покупка земли стоимость земельного участка налог на приобретение участка а если продает физическое лицо налог 10 процентов если продает юридическое лицо это будет мдс 21 процента который можно возместить если вы будете покупать этот участок на юридическое лицо дальше мы выбираем проект и типовой дом подписываем контракт строительной компании дом будет стоить от 170 тысяч и дороже в зависимости например вот этот дом стоит порядка двухсот пятидесяти тысяч евро и площадь этого дома 150 метров архитектурный проект технический надзор и архитектурный надзор в течение строительства входит в стоимость дома в стоимость строительства также необходимо будет оплатить пошлину в мэрию города для получения строительного разрешения обычно это 4 процента от смертной стоимости но смертная стоимость не фактическое строительство смертная стоимость проектная она как правило на 30-40 процентов ниже чем реальная стоимость строительства также когда дом будет построен вам в течение строительства нужно будет делать еще независимый надзор от независимой компании на 12 дома это может стоить порядка 3-4 тысяч евро когда дом будет построен необходимо Дима будет подписать у нотариуса акт размежевания строительства домов на участке земли и акт окончания строительства. И оплатить налог в государство. Налог порядка 3% от стоимости участка и себестоимости строительства. Плюс расходы на нотариус регистр еще дополнительных 1,5-2 тысячи евро. В принципе это все расходы. Дальше дом можно использовать для себя, можно дом сдавать в аренду и можно дом выставить на продажу с помощью нашей компании. Мы предлагаем полный комплекс. Можно подобрать под ваши нужды, под ваши финансовые возможности подходящий участок, где построим дом для вас. Второй дом, например, под аренду, еще дом на продажу, либо все дома на продажу. Поэтому все, кому интересно такой тип инвестиций, вы можете связаться со мной или с Евгением и мы займемся подбором участка для вас. Именно это является для нас основной целью 2022 года. Это дать возможность нашим дорогим инвесторам все-таки размещать успешно и очень удачно свои денежные средства. Потому что не так легко найти успешный бизнес-проект в Испании, особенно за рубежом, особенно когда ты не знаешь ни правил, ни законов, ни рынка. И вот здесь, наверное, наш опыт нашей компании, он вам должен помочь. Да, по сути вы становитесь сам застройщиком, сам девелопером с помощью опыта нашей компании. И для вас строится вот такое вот готовое решение. И сегодня в это непростое, сложное, непонятное время, я думаю, что инвестиции в строительство, инвестиции в недвижимость, это одни из самых защищенных инвестиций, которые есть на рынке. Это тот инструмент, который позволит вам сохранить и приумножить ваши деньги. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, звоните Яну, звоните мне, обращайтесь в компанию Алегрия, делитесь этим видео с вашими друзьями и постройте свой дом в Испании вместе с компанией Алегрия. Всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»